Людмила Никитина приходит на остановку к 7 утра. Торопится на любимую дачу. С удовольствием отдыхаю там. Сплю хорошо. Дома спать не могла. А там сплю. Вот на огороде уже крокусы цветут. Пролесочка цветет. Красота. В этом году первые дачные рейсы запустили на 5 дней позже из-за прохладной погоды. На маршруте 97 кондуктор Елена работает 6 лет. В час пик здесь приходится на утро, обед и вечер. Мы едем из города без остановок. Остановок у нас нет. Остановки только в дачном обществе. 4 остановки. 4. С утра и до вечера едут и едут. В незабудку за 40, а в Искру за 52 рубля. Проезд в дачных автобусах подорожал. Но 22 рубля от общей стоимости пенсионерам компенсирует государство. Ветераны труда и инвалиды едут бесплатно. С 25 апреля по дачному расписанию пошли 78 автобусов. Они курсируют по 32 маршрутам. Новых маршрутов в этом году не ввели. Но названия некоторых остановок все же изменились. Так по Вележанскому тракту 9 улицу переименовали в Березовую. 16 улицы также на карте больше нет. Она стала озерной. А вот 22 сменила свое название. И теперь она липовая. Не пропустите свой выход. В северном направлении, в сторону Верхнего Бора, пока затишье. От спячки отошли только южные земледелы. Это дачные сообщества в районе озера Андреевского. Там весна всегда на 2 градуса теплее. На улице по весеннему ветрено, а в теплице плюс 20. Клавдия Васильевна радуется первым сходом. Редис и томаты нынче быстро набирают рост. Здесь есть бабушкин секрет, бычий лоб, даренка, грушовка. Ну, люди дают помидорину, допустим, мне понравилось. Я и называю. Вот у меня Надежда Ивановна. Надежды Ивановны, ее уже в живых нету. А у меня помидоры так и идут, Надежды Ивановны. Грядки тоже на готове. Мусор убран, форма сделана. Пока землю греет солома, но скоро будет солнце. К пожароопасному периоду здесь тоже готовы. Зимушку прозимовали нормально. Народу, правда, не очень много в этом году это было. Всего один был пожар в этой зимой. Неизвестно от чего дом загорелся. Вызвали пожарников. Остаться ночевать, пока решаются немногие. Переезд на родные сотки дачники запланировали на середину мая. Ирина Кистерева, Дмитрий Ларичев, Дмитрий Бурматов, Тюменское время.